Внутрь ралли планировалось поместить аж 26 различных эмоций. А оно всё влезет. Пацаны и пацаны, сродные, всем доброго, привет в головоломке 2. Будет 20 новых эмоций, Содерлинг, давай посмотрим, где сдают 20 прям до хера. Ссылочка на оригинал внизу, пальчик, комментарий, как всегда, на телеграм, на бусте, на канал с играми, всё внизу. Поехали, смотрим. С вами Содерлинг, и недавно вышел тизер головоломки 2. Да, вышел. Показали новую эмоцию, появившуюся в голове ралли. Тревожность. Оранжевая, нервная, с хохолком. Блин, я первую часть лет миллиард назад смотрел. Когда она вообще выходила-то? ...голове, которая внезапно сообщает, что прибыла не одна. В конце трейлера быстро мелькающие надписи раскрывают нам ещё три новых эмоции. Зависть, скуку и смущение, которые даже частично видны на официальном постере сиквала. Судя по цветам надписей, бирюзовая, это зависть, с миленькими глазками, жаждущими того, чего у неё нет. Мне это надо. Боя фиолетовая скука с длинным носом и корешкой. И розовое, здоровенное смущение, судя по её рукам. Но, скорее всего, этими четырьмя всё не ограничится. Ведь после перечисления всех старых и новых эмоций, трейлер заявляет, что в головломке 2 Райли почувствует всё. А это значит, что хоть основой сюжета станут именно тревожность, зависть, тоска и смущение, однако же помимо них нас ждёт с десяток, а возможно и целая... Первая часть была необычной, кстати говоря. Я не знаю. Ну такой, типа, очень-очень странный и необычный был мультик сам по себе. Сотня совершенно новых чувств. На самом деле, изначально ещё в первой части мультфильма, внутрь Райли планировалось поместить аж 26 различных эмоций. А, ну всё влезет. Та же скука и смущение и зависть, которые на тот момент времени выглядели совершенно... Ой, ну вот зависть, да, вот зависть здесь, кстати говоря, выглядит вот, короче, зависть, да, и те вот-вот прям остаться, да. А там потому что слишком милая какая-то эта зависть. Большие глазки, прям какая-то анимешная, очень милота. А вот это вот прям зависть. Это там, короче, белая зависть, здесь чёрная зависть, вот так. Иначе, смущение какой-то мрачное и с брекетами. Зависть больше похожа на скуку, а сам скука будто просто унылый чувачок. Просто тип, да. Также заметную роль в первоначальном концепте имела гордость. Мужичок с вечно вздёрнутым носом, смотрящий на всех свысока и считающий себя лучше всех. Была и надежда, милое летающее существо с рыжими волосами и магической палочкой, с помощью которой она сеет вокруг свои предвкушения и мечты. Разрушение. Злородство же был ужасным мужичком с подтяжками, который насмехался над неудачами всех и каждого с немецким акцентом. А вот так выглядело раздражение, видит тревожного клубка в вечно извивающейся линии, с длинными ногами на каблуках. От неё прям таки чувствуется это нервное негодование. Жадность бы хватала, воспоминания Райли и никому не хотела бы их отдавать. Вина выглядела как серый грустный шарик, а уныние точно так же, но в деловом костюме. Очень похож на них и стыд, но у него по всей видимости постоянно спадают штаны. А вот такой по первоначальным концептам была любовь. В образе толстенького добродушного мужика. На этого похож, слушай, на песочника из этого фильма. Как он там называется? Реально песочник же. Чка, скучеря. Ну, блин, мультик этот, который мы смотрели, ещё плюс и минус, я забыл название. ...ми волосами. Также, со слов создателей, планировалось добавить отдельных персонажей, олицетворяющих отчаяние и даже дипассию. Ой. Но нам не показали даже их... Блин, это стримота. ...концепты. В конце концов, для простоты сюжета список сократили, до пяти знакомых нам уже эмоций. Поскольку тоже злорадство и раздражение можно отнести к гневу, а уныние и отчаяние к печали. Но если же в трейлере сиквела нам уже показали тревожность, зависть, скуку и смущение, значит, вероятнее всего вернутся все оригинальные эмоции из первоначальной версии мультфильма. Ну, они прикольные выглядят. Просто с измененными дизайнами. Более 20 новых чувств, а возможно даже еще больше, ведь есть еще любопытство, жалость, удивление, паника, восхищение, волнение, нежность, лукавство, подозрительность, сарказм, похоть и многие другие. И на причины внезапного появления всех этих новых эмоций нам намекнули еще в конце первой части. Слышите? А что такое созревание? Слышите? В сиквеле Райли исполняется уже 13 лет и соответственно начинается пуберта, а с ним множество совершенно новых переживаний и чувств и на смену главенствующей радости по центру пульта теперь в осяде скорее всего именно тревожность от непонимания девочки, что же происходит с ее телом и всем окружением. Хочется личного пространства, родители не понимают, все бесит, злит, чешется, болит. Чувства, которые раньше на себя брали страх и гнев возымели такую значимость в голове девочки, что приняли отдельную полноценную форму. Та же скука в детстве была довольно редким чувством, поскольку ребенок всегда мог найти себе интересное занятие, даже просто сидя в машине. Либо это будет радость от проезжающих машин, либо же печаль в виде истерики. Подросток же уже терпит нудные вещи, поскольку понимает их необходимость, но от скуки в голове это не избавляет. Добро пожаловать в жизнь. И смущение перед мальчиком тоже ведь уже не описать обычным страхом, ведь в ее основе лежит и симпатия, и переживание, и растерянность, потому в голове и появилась новая полноценная эмоция. Да и зависть, гордость и злорадство дети испытывают гораздо реже, потому их функции выполняли печаль... Прикольно, что каждая часть этого мультика это прям типа этапы взросления, это забавно. Да сигнет. Другой вопрос, почему же всех этих эмоций не было в голове мамы и папы Райли в первой части мультфильма? Если же это лишь подростковые эмоции, почему их нет у крутой девочки или косирши в пиццерии? Наверное, показывали... Да может быть там просто не все показывают нам. ...эмоции множества других персонажей, и все они ограничивались лишь пятью основными, а порой и вовсе одной. И лишь у Райли будет сто эмоций. Если это никак не объяснят в грядущем мультфильме, это превратится в громадную сюжетную дыру, а головломка 2 будет больше похожа на сиквел и сделаны лишь бы как исключительно ради выкачки денег. Думаю, Пиксар такого уж точно не допустит и обязательно сюжетно обоснуется явление новых эмоций. И мне кажется, я даже знаю как. Радость, гнев, печаль, страх и брезгливость так и останутся основными эмоциями девочки, а Рава же всех остальных чувств озаглавят второстепенными. Не будут же они все толпой стоять вокруг пульта? Чего тут делать смущению, которое понадобится максимум пару раз в неделю? Ну они такие, да, ситуативные. Скука нужна лишь во время уроков по гордость после удачных игр в хоккей. Все новые эмоции будут подходить к пульту лишь по мере необходимости. В остальное же время уходя отдыхать в другую комнату, куда ночью уходили спать и основные эмоции, что даже наглядно показано в старых раскадровках. Есть для нас работенка на сегодня радость. Мы вас позовем, если что-нибудь случится. Кстати, целиком эту раскадровку можно посмотреть в моем телеграме по ссылочке в описании. Мини-значин. А у меня нельзя раскадровку посмотреть на телеграм, есть зайди. Не пропустишь тогда стригимы, например. Да или в принципе любую информацию. Вообще, что угодно, просто зайди. Просто зайди, чё ты? Просто зайди. Мои эмоции отсиживаются в отдельной комнатке и заходят в главный офис лишь тогда, когда Ралли нуждается в них. Также и в случае мамы и папы Ралли, которые в показанной нам сцене испытывали печаль и гнев, соответственно. И потому необходимость в остальных эмоциях в данный момент отсутствовала. Поэтому их нет в кадре, а не в другой комнате. То же самое касается и разгневанного водителя, и брезгливую кассиршу, и крутую девочку, которая испытывала немедверный страх, что одноклассники видят ее насквозь. Да, возможно, это немного утрировано, поскольку в случае мамы ей в тот момент больше подошла бы тревога, а кассирша безразличия. Но внезапно добавлять второстепенным героям сотни различных эмоций, которых еще нет у Ралли, было бы неуместно в первой части. Маленькие зрители бы не поняли, почему делать... Маленькие зрители... Маленькие-маленькие вот такие зрители. ...так отличается от взрослых и подростков. Это целая отдельная тема, на раскрытие которой необходим отдельный мультфильм, коим, собственно, и станет «Беловоломка 2», где она покажет ту бурю эмоций, которая кишит в голове подростков в период полового созревания. И очень надеюсь, что в сиквеле все будет вертиться не только вокруг Ралли, но и вокруг ее друзей и знакомых. Хотелось бы, чтобы затронули побольше героев с различными судьбами и показали, как они переживают те или иные ситуации. Посмотрим. Посмотрим, что там будет. Кстати, «Беловоломки 2» и я уже разбирал на Отвече, где я теперь стримлю. Нифига себе. Вот это крутой. Слушайте, но ссылочка внизу, в любом случае на оригинал, да, там как бы все ссылочки, в том числе найдешь, связанные с тем, что было озвучено. Такой вот видос. Я не знаю. Вторую часть... Ну, я не то, что прямо это какой-то мультик, который я гипер-гипер жду, но, естественно, когда он выйдет, можно его посмотреть, кайфануть, потому что первая часть, будет очень приятно. В Telegram зайди. Есть еще также канал с играми. Там тоже куча контента выходит. И Boosty, где тоже топ-контент выходит. Ну, и просто как способ поддержать. Все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа-па.